Говоря о продукции китайского концерна Great Wall, россияне привыкли иметь в виду кроссоверы марки Havail. Хотя с прошлого года к ним вернулись и пикапы под материнской маркой, собственно, Great Wall. Все эти машины завозят и продает локальный дистрибьютор Havail Motor Rus. Возможно, что российскому офису доверят еще парочку брендов, потому что головная китайская компания подала в Федеральный институт промышленной собственности заявки на регистрацию еще двух марок — Oro и Aure. Что такое Aure, неизвестно совсем. В мире таких автомобилей пока не бывало. И это явно не седаны, для запуска которых только что придуман отдельный суббренд «Салон». А вот Oro в семье Great Wall с 2018 года отвечает за электромобили. Продаются они пока только в Китае, а названиями в противовес собакам у Havail'а обыгрывают кошачью тему «Хорошая кошка», «Черная кошка» и есть даже «Балетная кошка». Старшие модели оформлены в ретро-стиле, младшие — в более модно-молодежном. А технически это все пятидверные хэтчбеки с батареей в 30-40 кВт-часов и запасом хода около 300 км по устаревшему циклу NEDC. Самые дешевые из них стоят в Китае меньше миллиона рублей в пересчете. Сама собой регистрация товарного знака не означает, что китайцы уже готовы начать продажи электричек в России. Но «Великая стена» явно закладывает себе фундамент под освоение нового сегмента. В отличие от электрокошек, пикап Great Wall Poir в России продается еще с лета 2021 года, но только в одной единственной модификации — общей массой 2,5 тонны. В Китае выбор шире — есть как младшие, так и старшие версии. А теперь семейство пополнилось еще и дизайнерским вариантом «Дзинган», то есть «Кинг-Конг». Набор изменений изрядный. Перештампованы почти все наружные кузовные панели. Внедрены новые светодиодные фары и задние фонари. Наружные зеркала переставлены на двери. Машина предложена в двух вариантах грузовой платформы, причем ни один из них не соответствует нашему «Пуэру». Базовая версия короче, а топовая сильно длиннее российской машины. Зато дизель примерно как у нас, только не подогнанный под налоговыгодные 150 сил. В Поднебесной предложены как восьмиступенчатый автомат, так и механика. Цены пока не объявлены, но тянуть с выводом новинок не в духе китайцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова